Всем привет The Brash 2019 и хотелось бы рассмотреть такую штуку как лава. Вот прикольная штукенция лава, а как делать её, кто ж его знает, да? Ну погнали разбираться как да что. Так, вот на примере книги, давайте рассмотрим по прошлому ролику, я вот её сделал закрытой, всё очень нормально, и вот теперь будем работать с этим лицевым, теперь будем работать с этой книгой. Так, что нужно сделать? Уменьшить драфсайз, поменьше, и теперь control, и вот надо вот это всё дело, вот так прорисовать. Ну вот, такой вот вариант, вариант простой, вот так что-то делаем, вот таким вот образом. Здесь что-то можно поменьше сделать, здесь что-то вот так уже побольше, здесь что-то вот так вот вытянутое, зигзагообразное, не обязательно там, допустим, какие-то ромбы делать. Ну вот такая вот структура должна быть. Так, это вот сюда, это вот что-то вот так пойдёт, пускай. Это вот тут закроется, уходит, допустим, вниз, переплёт какой-нибудь. Ну вот, опять же, показываю принцип. Слишком качественно это слишком долго, и тогда у вас будет возможность самим попробовать именно сделать что-то прикольное. Так, ну вот что-то такое получается. Назначаем всему этому control, W, поле F, и вот сейчас стандартная кисть RGB, и вот это всё дело бы хорошо бы раскрасить. Так, с обтулы уберём, Geometry, Delore. Нажимаем Ctrl-Shift и отделяем вот эту полигруппу. Давайте раскрасим её в жёлтый. Посмотрим, как это всё получится. Вот что-то в таком духе. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, теперь зад отключаем RGB и красим всё это дело в жёлтый цвет. Вот таким вот образом. Так, Ctrl-Shift возвращаем. Теперь нужно вот эти части тоже внутри попокрасить. Уже красим именно вот таким образом. Так, опять же, Ctrl. Где-то можно чуть поменьше вот так мазнуть. Вот так вот. Можно даже вот эти вот потолще рисовать жёлтым цветом. Ну, вот такая стукенция должна получиться. Вот так всё получается. А вот эти ещё не забыть. Делаем Ctrl-W. Отключаем и теперь попробуем. Нажимаем на Ctrl-W вот эти вот камни. Ну и делаем теперь деформацию. Делаем инфлатон. Прибавляем. 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 И красим всё это, вот это дело, такой, в тёмно-красный цвет. Так, Ctrl-Z. Поли-F отключаем. И вот так всё это красим в тёмно-красный цвет. Вот такая штукенция. Теперь Ctrl-Shift. И вот так вот выделяем теперь книгу. А вот эту часть сделаем такой... Вот таким вот цветом, наверное. Так, вот таким. Вот так аккуратно красим, чтобы на обложку, допустим, далеко не закладываться, не залазить. Вот так вот. Хаотично, но прикольно будет. Так, вот таким вот образом всё мажем. Вот так вот. Вот, скорее всего, лава, это игра света, а не столько лепки какой-то. Так, вот такая штука получается. Вот такая лава. И вот это дело... Можно ещё где-то вот так вот... Сгладить именно, ну, используя интенсивность поменьше. Вот так вот. Ctrl-Z. Вот эту интенсивность тоже поменьше. И вот так где-то размытость добавить. Уже вроде как прикольно. Можно ещё добавить тёмные тона. Это вот, допустим, серый. Серый цвет вот такой, или приближенный к чёрному. Графсайз опять же уменьшаем. И вот где-то на мелкой детализации, интенсивности, вот так всё это дело прорисовываем. Где-то подкрашиваем. Вот получается у нас жёлтый, красный цвет. И вот такая штука. Я вот показываю именно принцип, как лава, именно с чего её начать делать. Как это всё выглядит. Это вот по-простому, по-простому. Это игра света. Цвета. И вот, если вы где-то рисуете вот в таком духе, где-то вот кайму какую-то, какие-то части можно, допустим, вот так вот пообвести. Вот так вот. Вот так вот можно всю книгу обделать. Ну, сделать всю книгу вот так вот можно. Вот так вот. И вот это дело выглядит, в принципе, вот так вот. Вот так вот получается лава. Вот такие вот у неё изгибы. Можно опять же добавить инфлатан и вот к этой части. Вот вы видите, что уже ещё лучше симпатичнее, как в игре, допустим, в какой-то. Квадраты вот эти могут быть разные, могут именно ломанные быть там ровные углы, допустим. Ну, как? Ну, допустим, вот так вот. Вот такая вот может быть лава. И типа она вот как бы стыкуется вот так вот. А здесь вот получается уже будет течь именно вот эта ступенция вот так вот. Вот таким вот образом можно. Это вот простейшая лава. Ну что, усложним это дело, да? Принцип понятен, допустим. Так, зайдём теперь в сабтулы. Так, втулы. Откроем сферу. Так, цвет ей поставим как надо. Сделаем, пока ей ничего не сделаем. А возьмём именно мов и вот это всё дело сплю с ним. Так, я мейк полимеш делал, не помню. Мейк полимеш. Опять же ставим мов и всё это дело вот так вытягиваем. Вот уже прикольно. Всё это дело вот так устанавливаем и делаем, допустим, ей тому всему дубликат. Дубликат. И дубликат вытягиваем, поднимаем вот так вот кверху. Ну, можно сделать его чуть-чуть потолще. Вот так вот. Ну и, наверное, немножко можно или сплюснуть, или оставить так. Так, также Ctrl можно дублировать всё это дело. Левая кнопка мыши опять же переносить. Вот такая получилась намётка лавы. Так, делаем вторую часть. Опять же, открываем Append. Можем брать любой примитив. Я, наверное, возьму опять же сферу. На неё переключимся. Так, пардоньте. Append. Так, ну можно, допустим, взять куб. Давайте куб возьмём. И теперь всё это с помощью Dynamesh Geometry Dynamesh И вот так всё это делаем. Так. Интенсивность чуть-чуть побольше. Draw Size так оставим. И вот так всё это делаем. Так, тут потолще надо взять. Вот таким вот образом Делаем перехлёстый рисунок. Вот так. Теперь делаем Ctrl-I Ctrl-I И теперь заходим в деформацию. Делаем Inflaten. Вот так всё это дело прибавляем. Маску снимаем. И с помощью опять же Gizmo Всё это дело уплотняем. Отводим вбок. Всё это дело вытягиваем. Вот так. Мы устанавливаем, как нам бы хотелось. Чуть-чуть уменьшить. Вот так. Так, ещё одна заготовка есть. Ну и следом уже можно с этими заготовками играть. Где-то долепливать. Давайте посмотрим, как это всё действует. Так. Ставим Moff Topology. Теперь заходим в геометрии Size. Уменьшаем всю эту заготовку. И, наверное, вот это дело всё можно теперь объединить. Делаем Merge Down. Merge Down. И опять же переключаемся и уменьшаем размер. Так, теперь всё это подводим сюда. Немножко вытягиваем. Немножко подгадываем. Переключаемся опять же на бывший куб. Опять же всё это дело вытягиваем. Control, левая кнопка мыши дублируем. Вот так вот. И потом уже можно поиграть вот с этими тоже. Так. Ну и теперь Moff Topology. Вот можно всё это вот так вот прогибать. Заворачивать, заводить. Вот таким вот образом. Вот такая штука получается. Так, это мы сделали. Теперь Control и повторяем это дело точно так же. Вот так вот. И, допустим, можно её сюда чуть-чуть увести. Вот так вот. Ну и теперь можно поработать вот с этими деталями. Вот так их чуть-чуть тут поподелать и немножко вот так и где-то подзагнуть. Вот такая штука получается. Вот так вот. Теперь всё это дело опять же можно дублировать. Вот так вот. куда-то подставлять, уменьшать в размерах. Вот так вот. Вот так подводить и где-то перекручивать. Типа голышей. И теперь вот берём, можно поработать именно маской. Что-то вот такое здесь понарисовать. Интересное. Вот так вот. Опять же, это как вариант. Сильно не привязывайтесь. Ну, просто можно это всё дело обыграть именно вот таким образом. Тут вот так что-то рисуем. Какие-то квадратики, какие-то ромбики. Вот так вот. Вот здесь можно что-то поприбавить. Здесь вот можно тоже что-то чёрное вот так вот сделать. Здесь вот тоже. Можно опять же всё это дело пролепить. Ни беда, ни суета. И теперь делаем Ctrl-I. И получается, так, деформация инфлата. Вот так всё это дело можно преобразить. Вы видите, что уже прям прикольно получилось. Вот так вот. Ну и теперь можно опять же Move и всё это дело вот повытягивать как-то, попригибать. Вот такая штукенция получается. Понимаю, вам кажется, неказисто. Ну, в принципе, вот такая штука. Теперь всё это дело мы объединяем. Делаем Merchdown. Всё простенько. В принципе, ещё можно порисовать вот по этим частям. вот так как-то волны какие-то ещё подобавлять более-менее, которые должны будут просвечиваться. Так вот. И делаем Ctrl-I. И делаем Inflatten. Деформация Inflatten. Вот уже приблизительно прикольная лава получается. Здесь можно камни уже что-то пролепить, где-то углубить. Используя обычные кисти Clay Belt, допустим, вот углубление ставим, интенсивность чуть-чуть до двоечки, до троечки. И вот где-то можно добавить какие-то детали, где-то вот что-то вот дорисовать, доуглублять. Фантазия именно, что вы придумаете. Где-то можно вот именно сделать мягкие переходы, где-то выкружку какую-то, типа лава вот наплывает. Вот так вот всё это дело делается. Полукругом. Всё прикольно. Всё. Заготовка готова. Как её использовать? Ну, можно сделать, допустим, так, заходим в тулы, заходим и находим MRGB Grabber. А у вас вот так вот. И что-то вот в каком-то в таком духе. Шлёп появилась у нас альфа. Давайте посмотрим, теперь включим, допустим, опять же, книгу. Ctrl-N, вытягиваем книгу, edit и поработаем с задней уже частью. Так. Так. Так, граф сайз побольше, книгу побольше, чтобы вы видели. Ставим кисть стандарт, ставим drag-rect, ставим нашу альфу. Ну и попробуем что-нибудь тут эткое. Так, интенсивность побольше, зад. Вот такая получается альфа. Так, ещё интенсивность, интенсивность. Вот такая получается лава. Где-то можно её перехлезть и им кидать. Вот что-то в таком духе. А потом можно взять, допустим, Moft Topology и вот так всё это дело сделать, как будто она и правда течёт. Ну это опять же как вариант. Вот так вот это вот сюда пустить. Вот так. И всё это дело потом прикольно раскрасить. Так. Draft Size можно побольше. И вот, чтобы книгу всю тоже не водить. Вот так всё это как-то. Добавить какие-то капли, какие-то детали, где-то углубить. Ну, в принципе, вот такая получается лава прикольная. Если её теперь правильно раскрасить, то прям и получится где-то долепить, где-то добавить что-то. Не без этого. Вот что-то вот так вот можно. Вообще классно получится. Если вот эту всё раскрасить в трещины, получится прикольная лава, как стекает с книги. Ещё края тут оформить, брызги. Здесь вот снизу можно добавить какие-то, допустим, вот такие капли. Сейчас я вам покажу. Так. Рисуем. Рисуем вот так вот. Вот таким вот образом. И делаем всему этому экстракт в саптулах. Дубликат отключаем, экстракт, ацепт. Снимаем маску. Ну и попробуем всё это дело помоделировать. Сначала всё это выгладим. Вот так вот, чтобы потоньше это было. И вот так как-то, где-то бока вот так убирать. Вот таким вот образом. Также можно это всё потом долепить, добавить ещё маленькие капли с книги стекающие. Именно вот так как-то лава, чтобы именно сюда заходило. А здесь вот тонкая-тонкая вот такая штукенция. И это типа капает. Так. Потом можно это вот так использовать. Вот такая штука. Это уходит, допустим, сюда. И здесь вот такая вот тоже, как типа потёк. Вот так. Можно даже маской вот так чуть-чуть намазать. Ctrl-T. И вот так всё это дело оттянуть. Смоделировать. Выгладить шифтом. И всё. В принципе, уже снимаем маску. Вот такая лава стекает с книги. Где-то, конечно, долепить. Не без этого. Так что вы сильно, опять же, повторяюсь, не судите строго. Это всё дело долгая песня. Вот так всё здесь можно доработать. Где-то под накидом. Где-то вот такие штуки поподелать. Каплю можно чуть-чуть сделать типа дутой. Здесь можно ещё сделать несколько переходов. Вот так вот волны какие-то. Здесь вот зигзаги. Типа она сюда стекла. И всё это маской делаете сразу, чтобы потом это можно было раскрашивать. И вот так всё это выглядит с этой стороны. А вот так всё выглядит с этой стороны. Вот так вот. Также можно с этой альфы, не ахти какой, конечно. Так, где она тут есть? Вот с этой альфы можно сделать именно кисть. Вы уже знаете, как, наверное, по прошлым роликам смотрите. И наносить кистью уже, рисовать. Это опять же на любителя. Опять же всё вот в таком духе можно сделать мягче. Уже вы видите, когда вы выглаживаете, всё это становится более нежнее. Как будто и правда всё что-то текёт. И опять же можно экспериментировать. Мофф топологи. Дровсайз побольше. И тянуть её именно вот в разные стороны. Добавлять ещё какие-то детали. Придавать, допустим, вот такой какой-то вид необычный. Это камни можно сюда передвинуть. Здесь что-то растянуть, убрать куда-то вглубь. Что-то кверху приподнять гладкое. Ну и опять же не забываем именно долепить. Что-то здесь понадбросать. Вот так вот. Вот где-то добавить выпуклости. Где-то что-то. Вот вариантов с ловым валом. Вот такая штука. Где-то добавлять резку на засап. Вот так вот раз. И вот здесь вот с интенсивностью побольше. Как-то всё это моделировать, прорезать. Вот так полукруги, зигзаги какие-то. Ну дальше вы принцип словом поняли. А самое важное дело в лаве, это именно раскраска. Если вы правильно нарисуете даже без лепки, то уже будет смотреться классно именно лава и будет узнаваемая за счёт света, за счёт словом огня. Так, что тут у нас получается. Вот такая лава. Можно делать кисть, можно делать альфу текстуру и можно просто по-детски нарисовать. Вот такая штука. Всё, всем пока, до свидания.